Итак, добрый вечер. Мы продолжаем наш курс лекций, и я сразу предваряю возможное непонимание их тональности, которое за последнее время, по всей вероятности, успело о себе заявить. Хочу сказать, что, возможно, некоторым кажется, что то, что на месте здесь говорится, носит неуловимые черты консерватизма. Это впечатление действительно очень свойственно тому углу зрения, который здесь мы пытаемся представить. То есть всякий раз, когда возникает возможность поставить под вопрос то, что мы условно назвали активистской культурой современной жизни, обуславливающей совершенно особенное бытие субъекта, всякий раз, как только удается этот вопрос сформулировать, как выясняется, что именно анализ сама культура психоаналитического мышления, как будто бы действительно по сравнению с рассматриваемым ее предметом, отступает на консервативные рубежи. Но заметьте, пожалуйста, что это впечатление может быть обязано только одному обстоятельству, которое по существу и создает тот самый флер, вызывающий по отношению к психоанализу в той же активистской среде подозрения, а в ряде случаев даже отвращения, которое привело к некоторым масштабным разрывам в случившемся на исходе 60-х, когда анализ, завоевав университет, потребовал некоторых чересчурлетивых, критиковавших его, скажем, с даризианских или с профеминистских позиций субъектов, из университета удалиться. Так вот, как уже было сказано, эта консервативность обязана всего лишь одной черточке, всего лишь одной, если так можно выразиться, особенности знания, которое отмечает, собственно, аналитическую трансляцию. Знание это всегда будет связано с вопросом пола, и на том, что вопрос это имеет значение, будет незыблемо стоять. И здесь я хочу напомнить пример, который я иногда привожу в своих лекциях, который не то чтобы интуитивно понятен и показатель, но скорее ставит невозрешимый вопрос, вопрос сорта, перед которым в ступоре недоумений как раз-таки встали те, кто присутствовали при его задавании. Я имею в виду вопрос, который адресовал славой Жижик в известном триумвиратном труде «Контингентность, егемония и универсальность». Адресовал его Джудит Батлер, которая, как известно, и я буду сегодня еще об этом говорить, настаивала на том, что пол представляет собой принципиально переписываемую на символическом уровне данность, что нет в поле ничего такого, перед чем нужно было бы вставать в недоумении и страхе, что нет в нем того сковывающего, обрекающего субъекта на совершенно определенный образ жизни, что ему постоянно приписывается, в том числе, опять-таки, силами консервативными. И как только Батлер это заявление делает, Жижик немедленно, насколько вообще позволяет формат письменного ответа, вошедшего в книгу, заявляет, что с его точки зрения все это совершенно ошибочно, и что Батлер не учитывает того, что пол ни много ни мало представляет собой нечто реальное. То есть он не просто сам по себе является реальным в каком-то-нибо когнитивистском эпистемиологическом смысле, но и он несет как раз-таки то, что Лакан под реальным, который, как известно, писалось им с большой буквы, всегда понимал. Батлер, откровенно говоря, не нашла, что на это ответить, и, по всей видимости, списала сказанное, как это сделали многие, на своего рода захватывающую Жижика скорость утверждения, некоторое присущее ему небольшое чудачество, которое заставляет его выносить сильное осуждение там, где, возможно, следовало бы остановиться на половине дороги. Но, независимо на то, что в этом смысле она, безусловно, права, тем не менее, действительно, Жижику удалось проговорить определенного рода истину, связанную с тем, что действительно пол, если не представляет собой нечто реальное в лакановском фундаментальном смысле, то, тем не менее, как я сейчас попробую показать, представляет собой что-то такое, без чего действительно обойтись нельзя, не с точки зрения, например, биологической или социальной, а с точки зрения, которое, собственно, аналитиков интересует, с точки зрения вопроса регуляции самой субъективационной процедуры. Заметьте, что Батлер этого не отрицает, что, более того, она как раз-таки полагает, что субъект образуется посредством приписывания ему пола, что это образование носит репрессивный, но неустранимый характер. Именно поэтому, как раз-таки, Батлер, остановившись на полпути, вызвал очень много нареканий и, до известной степени, тот скандал, в эпицентре которого она невольно оказалась, спровоцирован не только ее не совсем удачными, публичными выборами стратегии в области, скажем, небольшого скандала, случившегося с Витал Роналд, который я в прошлый раз упоминал, но и с тем, что, по всей видимости, Батлер, как будто бы это очень чувствуется при чтении работ, не удалось довести до конца, придать бескомпромиссности тому, на чем она настаивала, как на антологическом, а именно антологическом полу нее предстает. Другое дело, что, как только она объявляет его чем-то антологическим, ей приходится сдавать назад, объясняя, что в этой антологии нет той обреченности, на которую, собственно, антология субъекта сподвигает. Совершив этот антихайдеберский ход, Батлер и останавливается на вопросе о том, и она его формулирует, что субъекта заставляет подчиняться власти, почему вопрос власти до определенной степени настолько бесперспективен, то есть что делает субъекта не просто подчиненным в смысле техническом, но и что воспитывает в нем своего рода активное движение, волю к подчинению, почему без подчинения, в том числе структурам символического, задающего полу, не обойтись. И ответ, как уже было сказано, лежит где-то посередине Батлера и Жижика, и заключается он, по всей видимости, в том, что пол неотменим, опять-таки, не с точки зрения чисто материальной, а с точки зрения того, что именно пол, по всей видимости, представляет собой регулярно того, что можно было бы назвать распределением наслаждения. Я имею в виду не только то, что представитель каждого пола наслаждается по-своему, это неоспоримо, но также и то, что если существует своего рода материя наслаждения, если в наслаждении что-то первичное, неотменимое, а именно оно, плакан, обладает всеми качествами подобной неотменимости, то не потеряться в нем, не заглебнуться субъекту удается именно потому, что существует то самое специфическое ограничение, которое мы полом, то есть растекновением, и называем. Если представить, что субъект, говорящий субъект, поскольку человеческий субъект является говорящим, каким-то образом полом бы не обладал, я имею в виду только антропологическую данность, но и данность, собственно, антропологическую, то совершенно невозможно представить, какого рода регулятор в области наслаждения осталось бы борьбой с тревогой, потому что мы знаем, что нет другого способа справиться с тревогой, как только справиться с наслаждением. Невозможно представить, какой именно способ регуляции наслаждения он бы избрал. Пол в этом плане предстает, может быть, чем-то нелепым, не настолько очевидным, как мы его обычно полагаем, но, тем не менее, совершенно необходимым девайсом именно с точки зрения постановки этому наслаждению пределов. Нельзя, как уже было сказано, представить, что субъект бы стал со своим наслаждением делать, если бы не пол. То есть заметьте, пожалуйста, что не пол является средством доступа к наслаждению, как мы обычно полагаем. Хотя, на самом деле, именно в этом активизм, касающийся вопроса пола, сегодня в этом радикально усомнился. Но пол является от наслаждения защитой. Именно пол позволяет проложить наслаждению тропу и поставить субъекта в позицию, в которую ему удается это наслаждение избыть. Мы знаем, как, собственно, кульминация этого избывания самая знаменитая и наиболее доступная человеческого разрядка выглядит. Так вот, есть кое-что еще, что Батлер, по всей видимости, упустила, и я буду об этом говорить сейчас специально. Упустила она то, что, сведя вопрос Пола к означающему, она не то чтобы лишила его чего-то, что как раз-таки Жижек реально мы называем, но она ввела, может быть, сама того не ведая и не желая, некоторую уплощающую симметрию. Я говорил уже об этой симметрии в своем курсе, указывая на то, что невзирая на тот факт, что субъект задается тем или иным налепленным на него означающим, тем не менее, процедура освоения этого означающего, то есть процедура сексуации, осваивания в определенном поле у субъекта происходит по-разному. То есть перед нами не просто два разных пола, но перед нами две совершенно разные операции вхождения в половую принадлежность. Именно поэтому я целый год посвятил указанию на то, такую асимметрию, которая наблюдается, например, в развитии мальчика и девочки, настаивая на том, что, хотя в отличие от бытия девочки, мальчик является собой нечто недвусмысленное, именно в обещании того совпадения с позицией генитальности, которую его будущность ему как будто бы обещает, но, с другой стороны, развитие мальчика оказывается разорвано, расщеплено на, собственно, то, что можно было бы назвать его детской сексуацией, и она носит совершенно особый характер. Именно по этой причине мальчиком его и можно называть. И после этого, ввиду того, что его настигает латентная стадия, он переходит в сексуации совершенно другого типа, собственно, к сексуации мужской. Я специально показал, что эти сексуации не являются в отношении друг друга стадиями одного и того же процесса развития, что они совершенно различны, что мальчик представляет собой субъекта, который рождается и умирает, собственно, в соответствующую стадию детской сексуальности, что никогда больше впоследствии он не воспроизводится, что мужчина не прибегает к тем способам наслаждения, я имею в виду неудовольствия, над которыми посмеиваются женщины, которые действительно могут мальчически напоминать, а именно наслаждение, наслаждение радикально предоставляющего мальчику взгляда другого. Этим наслаждением мужчина впоследствии не пользуется. Напротив, развитие девочки представляет собой нечто совершенно иное, и оно до такой степени до сих пор ставит аналитиков в тупик, и похоже, что в тупик она поставила и Джудит Батлер, которая, в отличие от своего собрата по тематике, Юлии Кристевой, так и не сказала в этом отношении ничего решающего. Развитие девочки по справедливости ставит в тупик, поскольку что-то соответствующее именно детской сексуальности, сексуальности, которая называется детской, по праву, потому что никогда в дальнейшем больше не будет использована. Этой сексуальности как будто бы у девочки обнаружить нельзя. Не в том смысле, что она не овладевает теми инфантильными наслаждениями, которые присущи ребенку в целом. Разумеется, она ими овладевает, но овладевает она ими так, что впоследствии, по всей видимости, она может сколько угодно безнаказанно пользоваться их достижением. То есть тем самым детским капиталом, о котором Фрейд и говорит в одном из загадочных мест своих лекций, указывая на то, что каждый субъект, обладая инфантильной сексуальностью, как будто бы совершает вклад, вклад, сбережение, наслаждение, которое впоследствии даст ему возможность временами чувствовать себя счастливым. Разумеется, очень специфическое замечание, тем более что Фрейда счастье, как мы знаем, отзывался очень скептически. Так вот, похоже, что действительно бытие женщины предполагает, что она не только способна более активно и без перепрыгивания через определенный рубеж прибегать к данным своей детской сексуальности на протяжении жизни, но и в ее развитии, как я показал опять-таки в лекциях за прошлого года, огромный вклад вносит ее, собственно, в латентный период. То есть если для мальчика в латентном периоде практически ничего не происходит, ни с точки зрения, собственно, сексуальной, ни даже с точки зрения, которую можно было бы назвать и социальной, поскольку известно, что из периода обучения, из его лет мальчик извлекает гораздо меньше. Напротив, то, что происходит в этой латентной стадии с взрослышей девушкой, как будто бы действительно в дальнейшем создает определенный багаж, при том, что мы до сих пор не знаем, как именно этим багажом женский субъект пользуется и как эта преемственность вообще стала возможна, на основании чего. Так вот, этот самый багаж, по всей видимости, обуславливает ту расплывчатую, совершенно непонятную мужчине-аналитику, особенно женской сексуальности, перед которой этот аналитик испытывает выдающая его мужскую позицию нетерпения. Эта женская сексуальность, как известно, довольно неприхотлива. Я сейчас говорю не о каждой конкретной женщине, потому что, разумеется, мы не можем судить таким образом, а скорее о том, что представляет женщину в культуре как таковую. Так вот, известно, что эта женская сексуальность демонстрирует гораздо более ускользающий характер. Это и связано с зачастую невозможностью локализации разрядки. На это указывают, собственно, те черты латентности, те ее приметы, которые женщина несет на протяжении всей жизни и которые делают возможным, собственно, то, что мы называем влюбленностью, то есть если влюбленность мальчика, по всей видимости, отсылает к инфантильности самой сексуальной, не отсылает к инфантильности, не отсылает к стадии латентной, то, напротив, развитие девушки показывает, что влюбленность в ее случае как будто бы возможна лишь потому, что латентная стадия имела место, что ее, опять-таки, неизвестно откуда берущимся лебединальным капиталом, в конце концов, не зря же ее латентной называют, но женщина каким-то образом пользуется. И в этом смысле необходимо указать на то, что до сих пор не только не существует внятного представления, где и как именно субъект свой переход в генитальность совершает, но и похоже, что как раз-таки то самое движение, которое называет себя движением гендерным, то есть движение, которое представляет определенную культуру, связанную с тем, что субъект как будто бы своей, если не половой, то, по крайней мере, социально-гендерной принадлежностью может распределиться, похоже, что это движение совершенно не учитывает, с одной стороны, до какой степени эти процедуры, как уже было сказано, могут быть различными, а с другой стороны, как я покажу ниже, именно квир-движение, соответствующая квир-культура, доказывает правоту моих слов относительно того, что процедура мужского и женского организована по-разному, даже в том случае, когда субъект от своего мужского или женского отказывается. И об этом я ниже еще скажу. И поэтому, мне кажется, очень важным с самого начала пресечь указание на то, что сегодня в том, что можно назвать развитием квир-культуры, имеет место что-то такое, что связано со слабостью отцовской позиции. Вы не представляете, до какой степени эта гипотеза распространена, до какой степени она сама лежит в основе нашего мышления, даже если она противоречит, собственно, социально-критическому взгляду на вещи, она всегда находится в процедуре дополнительного знания, которое мы извлекаем дисперсным образом из нашей среды. Представление заключающегося в том, что сегодня вольность взглядов и вольность поступков как будто бы привела к тому, что субъект действительно может предпринимать до определенной степени выбор, что эта вольность способствует тому, что расцветает что-то такое, что можно было бы назвать социальной половой вариативностью, что именно по этой причине появляются разного рода комичные вещи, такие, например, как появление умножающегося количества полов, по крайней мере, в наименовании на уровне означающего. И здесь, похоже, Батлер нам не соврала. То есть с означающим вы можете делать все, что угодно. Но вопрос таки в том, и Жижек задает его напрямую, что происходит на другом уровне, на уровне, где имеет место то, что укореняет символическое в реальном. И в этом смысле необходимо указывать на то, что, имея дело с кверкультурой, мы действительно в большей степени имеем дело с тем, что скорее маскирует символическим воображаемое. Я не говорю сейчас о том, что то означающее, которое субъект тебе присваивает, ни в малейшей степени указывает на то, как собственно свое социальное бытие выстроится. Моей точки зрения это очевидно. Я лишь хочу указать на то, что сама гипотеза вольности нравов, по всей видимости, не выдерживает критики, поскольку имеет место не столько вольность, сколько и, в общем, в этом смысле до известной степени консерватор не ошибается. Это, возможно, единственное, насчет чего он мыслит верно. Вольность это скорее указывает на неспособность субъекта справиться с чем-то таким, что выступает для него требованием, предъявляемым полу. И заметьте, что это может совершенно непосредственно касаться субъекта женского. Уже все то, о чем я сказал. Выше кратко его характеризую, потому что это не является сегодня нашим основным предметом рассмотрения. Все то, что его характеризует, по всей видимости, показывает, что нечто в этом субъекте действительно остается совершенно неуловимым, что не только само его устройство, связанное с устройством его сексуации, его наслаждения, его функционирования относительно фантазма, понять до конца невозможно. Мы знаем, до какой степени эти высказывания, восходящие к Фрейду, Лакану вменялись в вину как сексистские. Высказывания о том, что, скажем, женщина представляет собой не всю, или что в женщине, в отличие от мужчины, которые полностью черпаются функцией кастрации, есть нечто загадочное, или, как выражался Лакан, шальное. Эти представления постоянно становились предметом критики. Но, заметьте, пожалуйста, я хочу показать вам, каким образом мы можем, не отказываясь от них, то есть не поступаясь, собственно, лакановским наблюдением и аналитической школы в целом, превратить это заявление из сексистского в демонстрацию того, что Лакан называл невозможным. Здесь достаточно внести всего лишь одну поправку. Необходимо утверждать, что не только для мужчины и женщины представляет собой нечто непостижимое, даже если этим мужчиной является аналитик, которому как будто бы надлежит в силу особенности его деятельности, знать больше. Не только для мужчины, но и для женщины. Само бытие женщины является непостижимым в точно такой же степени. То есть, если мы говорим о субъекте женском, то действительно очень легко скатиться в бездну шовинизма, попасть в сексистские путы и начать предполагать, что этому женскому субъекту загадка его собственного бытия более чем доступна, что он до донышка познал все то, что его характеризует в качестве субъекта желания и именно на этой основе позволяет себе водить противоположную сексуацию за нос. Я полагаю, что в такого рода шипа действительно впадать не следует и что заявление аналитического лакановского образца может быть откорректировано именно указанием на то, что, как уже было сказано, для женщины становление субъектом женской сексуации представляет собой точно такую же, неразрешимую до конца жизни проблему, как и для мужчины. И уже это подсказывает нам, по какой тропе мы могли бы двинуться, указывая на то, что в субъекте действительно нечто никогда не в состоянии до конца с его половой принадлежностью справиться. Заметьте, что у женского субъекта это невозможно справиться, выступает напрямую. Женщине не удается уловить, что именно ставит ее в столь необычную позицию, если она приучается ей пользоваться, если она овладевает тем, что Батлер называет структурами карнавала, то есть возможность раз за разом воспроизводить определенные модели поведения, привлекающие мужчин и показывающие, что с женственностью она смирилась, что означает для феминистского углозрения, что она смирилась с подчиненным положением, которое из этой женственности вытекает и ей задается. Если женщине удается это воспроизводить, то это не означает, что здесь наличит какое-то понимание, то есть здесь нет того знания, которое за женщиной подозревает консервативный тип, всегда и осведомленность приписывающий, именно на этой основе, скажем, возлагающий на нее вину, всякий раз, когда имеет место какой-то непристойный эксцесс. Заметьте, что возложение вины на женского субъекта только из знания, из представления о том, что знание у него есть и может исходить. Больше для него нет ни малейших оснований. Тем самым, лишив женщину презумпции этого действительно ставящего ее в уязвимое положение знания, мы показываем, что с одной стороны это позволяет действительно, по крайней мере, немного продвинуться к тому, что сегодня заявляется, как возможность для каждого пола располагать чем-то таким, что мы до сих пор считаем собственной судьбой, но заметьте, что располагать здесь ей можно только на основании инстанции невозможного. То есть уравнивают оба пола не то, что они способны действительно продемонстрировать, скажем, достижение одного и того же уровня или воспользоваться одинаковыми правами и свободами, а уравнивают оба пола сегодня напротив то, что двойным образом, как в поле женском для них обоих нечто является непостижимым, то есть не относится к тому, что, скажем, Арин Бадю называет порядком знания, так и в бытии мужском тоже ни с того ни с сего вдруг тоже обнаружится элемент непостижимости. И заметьте, пожалуйста, ответить на вопрос «почему» в этом случае гораздо труднее. То есть то, что женский субъект может действительно, особенно после некоторых событий, которые я еще раз ниже опишу, которые они отсылают нас к изложению на прошлых лекциях, то, что женский субъект может относительно своей сексуации обмануться, запутаться, заблудиться, после вышесказанного, по всей видимости, неудивительно. Но почему эта запутанность вдруг касается субъекта мужского, почему он перестает справляться, собственно, с тем нехитрым бытием, которое достается ему от папаши, действительно понять довольно трудно. Тем не менее, факт остается фактом. Мы видим, что квиркультура, хотя еще не коснувшаяся, может быть, общества близкого к нам по расположению в полной мере, тем не менее, очень активно заявляет о себе на всей территории того, что мы называем государством более-менее цивилизованным. То есть не только по численным масштабам, но и по степени влиятельности. Квиркультура сегодня не просто соперничает, скажем, с культурой, общеинтеллектуальной, но даже более того, она ее захватывает. И сегодня, в общем-то, как можно видеть по сводкам новостей, даже если в них многое преувеличено, университетский образ мысли по существу является образом квирмысли. То есть университетская мысль поставлена в позицию, в которой она не может с квирмыслями считаться. И я ниже попробую дать оригинальное объяснение того, почему так происходит. Потому что, если на это посмотреть не предвзято, на самом деле университета нет ни малейших оснований перед этой новой гендерной культурой отчитываться. Ничто в происхождении университета вполне мускулинном, вполне гетеросексуальном, как можно было бы отметить, не указывает на то, что ему приходится приносить какие-то реверансы. Но так или иначе все в положении дела указывает, что университета приходится с этим положением дела считаться. И причиной, по всей видимости, как раз таки является то, что я намереваюсь сейчас опровергнуть. Опровергнуть то, что как раз таки возводится многими аналитиками к тому, что они называют утратой отцовского означающего. Именно к утрате отцовского означающего многие аналитики Лакановской школы, я имею в виду школу, например, Миленовскую или школу Али, к утрате отцовского означающего эти школы и возводят нынешнюю запутанность субъекта в вопросах пола, который, с одной стороны, ведет как будто бы к раскрепощению, а с другой показывает, что субъект, вставая перед невозможным вопросом, оказывается в бессильном по отношению к процедуре присвоения ему пола положении. И я хочу просто привести ряд примеров не общетеоретического, а скорее клинического свойства, показывающих, что о слабости отцовского означающего говорить не приходится, что, по всей видимости, перед нами выпиющее недоразумение. Некоторая недоценка от того, что говорил Лакан, так и от того клинического материала, который постоянно аналитиков распоряжения. Я уже приводил на последних лекциях пример, показывающий, до какой степени отцовское означающее именно в обществах современного типа осуществляет регулировку жизни субъекта на всех ее уровнях, в частности, отвечая за те эксцессы, которые можно было назвать эксцессами психотическими. Как раз на прошлой лекции не далее чем мне привелось привести опять-таки пример женщины, которая трагическим образом теряет ребенка или, может быть, вынуждена от ребенка отказаться, то действительно безумное одержимое состояние, которое такую женщину охватывает, то совершенно сокрушительное, заставляющее испытывать жестокую дереализацию чувства вины, не может быть обязана ничему иному, как только именно тому самому отцовскому означающему, которое положение женщины именно в современных обществах и регулирует. Заметьте, пожалуйста, что это как раз-таки прекрасно показать водораздел между обществами традиционными и обществами, которые Фуко называли дисциплинарными. То есть именно в дисциплинарном обществе, когда рождаемость становится предметом контроля, возникает не только соответствующие обязательства пред государством, которые все мы охотно сегодня обсуждаем, особенно, скажем, с этой проблематикой Child Free, например, но и возникает как раз-таки то, что можно назвать господством означающего отца на психической сцене. То чувство безумного отвержения, невыносимости дальнейшего бытия, которое женщина, потерявшая или по своей вине поступившаяся ребенка, может испытывать, очевидно отсылает к ощущению, что она будет осуждена обществом, но осуждена она обществом может быть только потому, что отцовское означающее регулирует ее положение как материнское. И в этом отношении заметьте, что мать представляет собой особую постась, не сводясь, как уже было сказано на позапрошлом сезоне, к бытию женщиной, поскольку мать представляет собой эксцесс, полностью завязанный на означающем. Я сейчас попробую показать, почему это именно так. То есть если бытие женщиной, вопреки Джудит Бартфер к означающему, как бытие мужчины, не сводится, и мы на этом должны настаивать, то напротив мать, которая до такой степени сегодня представляет собой очень существенный, даже с точки зрения, может быть, идеологии, увесистый феномен, материнство по существу как раз-таки работает только на уровне инстанции означающего. И удивительно, что от Батлера это как будто бы слегка ускользнул. Я хочу привести пример, связанный с тем, что можно было бы назвать стихийным глазом народа, пример, которого можно получить доступ, например, почитав комментарии. В той или иной сети эти комментарии, как неоднократно я уже говорил, представляют свою богатейшую пищу для оценки психического состояния субъекта современности не с точки зрения того, что можно было бы назвать его здравостью или меняемостью, а именно с точки зрения структуры его психического аппарата, связанного с публичной речью. И, по сути, комментарии такую функцию осуществляет. Так вот, в социальных сетях какое-то время входило вирусным образом видео, представляющее собой отрывок из фильма под названием «Недведь». Фильм, в котором роль сыграла животное, никогда, на самом деле, естественно, среды не знавший и сымитировавший пребывание в ней, сымитировавший довольно удачным образом. Самое интересное, что главным героем фильма на самом деле была героиня. Для того, чтобы разыграть жизнь медвежонка в дикой среде, было отобрано существо женского пола. Заметьте, что здесь тоже есть какой-то любопытный, связанный с возможностью рвать наслаждение момент. Очень нередко в фильмах, которые посвящены животным, в так называемых зоолентах, как правило, опытными специалистами отбираются существа, которые относятся именно к женскому роду. Мы не можем говорить на самом деле о поле, поскольку, во всей видимости, пол это не то, что представлено среди неговорящих существ. Но так или иначе, речь именно о женском роде, о принадлежности к вытию самкой. И существует даже определенный, не скажу предрассудок, но, по крайней мере, мнение зоопсихологов, согласно которым функция психическая производная такого рода животного, связанная с его репродуктивной производной, и вот наилучшее взаимодействие с человеческим субъектом позволяет этому животному, данному субъекту, потрафлять, развлекать его, отзываться на его требования как двигательным, так и эмоциональным образом. Именно по этой причине, скажем, в фильмах, где как будто бы, несомненно, подразумевается мужская принадлежность того или иного животного, скажем, детектива, где фигурирует собака, искатель, опять-таки, чаще всего на роли основных кандидатов для съемок отбирают сух. И любопытно, что, хотя и об этом трюки, несомненно, знают сценаристы, но публика до последнего, даже зная, о чем идет речь, продолжает воспринимать это существо как существо именно мужской принадлежности. Это, по всей видимости, указывает на те процессы неравноценности, которые говорилось на прошлой лекции, процессы переоценки, собственно, того мужского способа желать, которое мы в своем ослеплении усматриваем даже в животных не столь высокого порядка. Но, так или иначе, эта маленькая ошибка приписывания героине фильма мужского пола позволила пользователям впасть в совершенно особый раж, почти экстатическое состояние, поскольку в одной из самых, из наиболее напряженных сцен, которая была предметом ролика, медвежонку приходится спасаться от пантеры, и в последний момент, когда он уже практически оказывается в когтях хищника, между ним и нападающим встает медведь из другой стаи. Бог знает, что навело комментаторов, которые не смотрели фильм целиком, но я полагаю, что это их не извиняет, поскольку речь о наиболее глубинных, рефлекторных, социальных реакциях. Бог знает, что заставило всех комментаторов утвердиться в мысли о том, что этим крупным медведем была мать-медвежонка. Но это вызвало буквально половину однотипных комментариев, в которых мать воспевалась как нечто наиболее драгоценное, священное, всегда приходящее на помощь своему ребенку, всегда оказывающееся на подхвате. И, несомненно, невзирая на то, что этот эксцесс не тянет на роль того крупного эксцесса потери ребенка, который я описал выше, но в нем, несомненно, тоже было, во-первых, кое-что психотическое, поскольку такое количество однотипных комментариев нельзя приписать ничему, кроме как срабатывания бредовой функции. Я не буду называть ее коллективной, потому что мы знаем, что коллективного субъекта не существует. Для нас интересно, как здесь работал сам язык. И это первое наблюдение, которое я хочу сделать. Второе наблюдение заключается в том, что, как было сказано выше, мать представлена функцией означающего. То есть ни к чему, кроме означающего материнства, здесь не апеллировали. Из этого означающего вытекала возможность наслаждаться. Целый ряд других процессов также показывает нам, что сегодня поведение субъекта в том, что касается его полового выбора, в том, что касается его родительства, напротив, отказа от ребенка опять-таки регулируется отцовской функцией. Совершенно очевидно, что в выше приведенном примере материнское означающее этой же функции регулируется. У матери нет никакого другого способа стать инстанцией священной, если это не предписывается выбором совершенным на уровне отцовского означающего. Больше ничто не в состоянии, похоже, материнфицировать, хотя мы и предполагаем, что в ней есть что-то первичное, что, кстати, обмануло некоторые феминистские движения, основанные на идее радикального отличия женского субъекта именно на физическом плане. Именно к матери, к ее совершенной самостейности, самостоятельности возводили они способность женщин к самоосвобождению. По всей видимости, именно с точки зрения аналитической эта конструкция не подтверждается. То есть для нас очевидно, даже если мы не являемся глубокими знаками Лакана, что сам текст, посвященный материнству в культуре, функционирует под эгидой идеологии, то есть идеологии, несомненно, патерналистского типа. Так вот, я уже начал говорить выше, целый ряд примеров, показывающих регулировку того, что обеспечивает субъекту доступ к наслаждению, по всей видимости, производится под маской устрожения всего того, что связано с отцовской функцией. И в этом смысле не случайно прозрение Фуко, который, вопреки, опять-таки, современным либеральным воззрениям, все время продолжал утверждать, что такого рода явления, как, например, гомофобия, возникает только в современных обществах. Что традиционное общество, невзирая на то, что относится к этому способу, мужчин наслаждаться друг другом, могли по-разному, но никогда в них, собственно, то, что мы сегодня называем гомофобией, не достигало высоты специального психического акта, который бы носил стандартизированный всеохватывающий характер, распространяющийся на самих гомосексуальных мужчин, которые также ее точно таким же образом практикуют. Так вот, совершенно очевидно, что та возрастающая в отношении современного сексуального поведения строгость, которая нисколько не компенсируется возможности субъекта, скажем, сбежать уголовного преследования на этот счет, строгость, которая отмечает, субъекта за пределами права, то есть сегодня вы можете принимать любые законы, регулирующие право любого субъекта на бытие субъектом любой ориентации, это не меняет того, что в обществе нарастает, своего рода, я не скажу подозрение, потому что подозрение практикует и на консервативный субъект, я скажу неудобство. Неудобство по поводу действительно тех особенных наслаждений, которые субъекты себе могут позволить. Эти наслаждения больше не обеспечиваются ни институтами мужского братства, ни институтами какого-либо коллективного родства, которые раньше были столь распространены и, естественно, служили в том числе не просто прикрытием, но и, похоже, функционировали именно благодаря тем способам любезонального обмена, которые Фред отмечает, говоря о братстве как таковом. Так вот, сегодня мы знаем, что все это не работает, что самый институт дружбы, особенно дружба мужской, находится под ударом именно в связи с тем, что его любезональная составляющая, раньше отмечаемая только такими проницательными исследователями, как Фред, сегодня становится очевидно в том числе даже подросткам. То есть нечто в бытие субъекта обострило его чувствительность в отношении проявления наслаждения, связанного с полом, до такой степени, что сегодня этот субъект буквально не смеет ни шагу ступить, даже если он на словах убеждает нас, что является субъектом вполне терпим. Более того, даже если он сам является, возможно, активистом. То есть никакой активизм, похоже, не в состоянии изменить те сузившиеся рамки поведения касательно репетинального обмена, которые сегодня субъект ограничивают. И было бы соблазнительно сказать, что именно благодаря этим рамкам активизм и возникает, но похоже, что метит он не в их сторону, что сам по себе активизм, опять-таки, постоянно заостряя свою жалоб против консервативного положения вещей, во всей видимости, упускает из виду то, что для того, чтобы сегодня субъект чувствовал себя в отношении наслаждения все более неудобно, никакой консерватор ему не нужен, что субъект благополучно сам воспроизводит соответствующее ограничение в поведении и в мысленном представлении о возможных наслаждениях. И все это может быть возможным только исключительно опять-таки, благодаря действию отцовского регулятора, показывающего, что означающее не только не потерпело крах, что оно не только не заходит за горизонт, но, напротив, оно как никогда сегодня в зените, то есть по степени ощущения влияния на себе регуляторов, исходящих со стороны этого означающего, мы, по всей видимости, находимся впереди всей истории. Ситуация в этом плане беспрецедентная, и такого-то никогда еще, похоже, раньше не было. Но если речь идет не об ослаблении отцовского означающего, откуда тогда берется сегодня неспособность субъекта справиться с бытием определенным полом? И я предлагаю вернуться к материалу, который был развит на прошлой и позапрошлой встрече, материалу, который продемонстрировал то определенное изменение, которое дискурс университета внес в положение субъекта генитарности. И прежде всего я связал это изменение с чем-то таким, что на поверку сводится к необходимости как будто бы придерживаться какого-то определенного умения относительно происходящих социальных процессов, то есть совершать выбор. Но на самом деле к этому, конечно же, все дело не сводится, и университет вменяет субъекту совершенно особый образ высказывания. То есть под влиянием университета распространяется соответствующая манера сопряжения высказываний власти, в этом фукул совершенно не ошибся, которая ставит субъекта в новое положение относительно его тревоги. Именно на возникновение этой свежей тревоги я и указал, показывая, откуда берется необходимость этого субъекта поддержать. Но сейчас я хочу указать более предметно на то, как тревога функционирует и почему субъекту не удается ее избежать. Я сразу же заметил, что невзирая на довольно масштабное возникающее как раз к концу XIX века женское движение, все перемены, связанные с обменением субъекта необходимости находиться на позициях следствия за дискурсом университета, касается именно субъекта генитального. И, как правило, это, естественно, субъект как раз-таки генитальность, которого задана ему с мужской стороны. Другими словами, произошло масштабное вторжение в сферу того, что, иллюстрируя мужчину генитальность, в нашем курсе я иногда, прибегая к лакамовскому выражению, называю реальным отцом. На самом деле, конечно же, генитальность в мужском ее изводе и реальный отец это не совсем одно и то же. Речь об инстанции, находящейся на разных уровнях описания того, что с мужским субъектом в его зрелом возрасте происходит. Но для некоторой простоты сведения, для некоторой краткости, для обрисовывания того, что в тот момент произошло, нам будет, пожалуй, даже удобнее указать на то, что генитальный субъект в то время был представлен именно субъектом реального отцовства. Очень кратко напоминаю, что такой реальный отец. Я дам ему еще одну дополнительную характеристику, которая опишет его не только как субъекта, который ничем более регуляцией наслаждения женщины и ребенка не занят, но и субъектом, которому обменяется совершенно особый способ контролирования этого наслаждения. Это субъект определенной речи. Заметьте, что когда речь заходит о реальном отце, приписывание ему какой-то определенной речи, как правило, не входит в обычаи аналитической культуры. Даже Лакан, как правило, упирал на то, что для реального отца достаточно быть всего лишь означающим, то есть иногда даже не быть вовсе в пространстве семьи. Но я предлагаю, что мы сделаем немало шагов вперед, если все-таки опишем тот тип речи, который реальному отцу присущ. Поскольку функцией его, как было сказано, является регуляция наслаждения женщины и ребенка, контроль за тем, как это наслаждение, то и дело, выходит из берегов, то ничего удивительного, что речь реального отца представляет собой речь, которую можно было описать как речь издевательскую, даже глумливую. И в этом смысле, хотя, как правило, я привожу в том, что касается реального отца, субъекта генитальности, пример мистера Домби из романов Диккенса, сегодня я хотел бы упереть на более яркий, непосредственный пример этой самой глумливости, которую представляет собой другой известнейший героический образчик английской литературы, герой романа Кронина Мистер Броуди. Мистер Броуди, если кто-то читал этот роман, прекрасно это помнит, потому что забыть царящего в этом романе именно речевую атмосферу совершенно невозможно, особенно если вы посмотрите на его оригинале. Так вот, Мистер Броуди целыми сутками ничем не занят, кроме как отпускания уязвительных комментариев по поводу своей развалины жены, никчемного, безвольного сына и совершенно непонятных ему особенностей поведения дочерей. То есть, собственно, к функции комментариев этот реальный отец и сводится. И именно через комментарий он себя проявляет, именно посредством этого высказывания, заметьте, это не означающее, а именно речь, то есть мы находимся на уровне не языка, а именно речевой инстанции. Так вот, в этом высказывании реальный отец себя обретает, именно это является его основной семейной функцией. Это делает его субъектом крайне неприятно, но тут уж, собственно, ничего не поделаешь. Заметьте, что даже если к этой функциям полностью не сводится, если наблюдается различие классовое, как между пресловутым мистером Броуди и мистером Домби, учитывая, что последний, конечно же, такого рода грубого комментария себе никогда не позволяет, то это различие носит не более чем наносной характер. Действительно, реального отца можно посредственно соответствующих сословных процедур приучить к тому, чтобы речь его приобретала оттенок скорее холодности, нежели глумления. И Диккен специально, призывая читателей изумиться, отмечает эту холодность мистере Домби. Показывая, что как будто бы весь к ней сводится, что ничего, кроме, собственно, чего-то такого, от чего, например, наслаждение дочери разбивается, как оскало, он собой не представляет. Но в любом случае даже эта холодность все равно совершенно непосредственно опять же выводится из функции именно необходимости речевого сопровождения того наслаждения, которое реальный отец в своем маленьком семейном окружении усматривает. Так вот, прививка университета вводит генитального субъекта в положение, в котором он обязан производить совершенно другую речь. Я не буду эту речь специально характеризовать, будет ли это речь, скажем, ученого мужа или мужа государственного, но так или иначе, я лишь хочу отметить, что генитальному субъекту, этому реальному отцу, она совершенно не свойственна. Она происходит из внешнего ему источника, она ничего общего не имеет с тем, к чему он, собственно, своим реальным отцом был приучен, он не в состоянии ее поддерживать. Другое дело, что поддерживать ее, обучить ее поддерживать его вполне можно. Но заметьте, пожалуйста, что даже овладевая этой прекрасной университетской речью, этот генитальный субъект никогда себя не чувствует мне, как рыба в воде. Для того, чтобы овладеть высказыванием другого, неглумливого типа, субъекту как раз как генитальным быть заказан. Именно поэтому я в основном курсе провел различия между, собственно, публичным субъектом, который был поставлен на свою должность соответствующим властным соизволениям, и между субъектом, который как раз генитальным не является, который представляется публичного субъекта, что называется самостийного образца. Так вот, если мы говорим о субъекте генитальности, то вы можете выдавить этого медведя, вы можете заставить его выступать в парламенте, занять кафедру или какое-либо иное важное место, но вам никогда не удастся сделать так, чтобы эта речь для него стала, я не скажу органичной, потому что мы, разумеется, на территории, где органика немыслима, но, по крайней мере, речью, которую он бы поддерживал без давления со стороны университета. И, пожалуйста, заметьте, что это то и дело сказывается в поведении тех субъектов, которые у нас попеременно вызывают то комическое отношение, то ужас, я имею в виду субъектов, скажем, депутатского кресла. Можно, конечно, списывать совершенно бессмысленно, очевидно стремящиеся именно к той самой утраченной генитальности их поведения, возводить его к тому, что можно было бы назвать отсутствием политической культуры на нашей территории. Но заметьте, пожалуйста, что это может произойти где угодно. То есть, как только давление университета ослабевает, как только этому генитальному, обученному университетской речи мужчине удается дать ему отпор, как тут же перед нами появляется тот же самый мистер Броуди, тот самый глумливый субъект, который начинает заниматься тем, чем он, собственно, и должен заниматься, а именно комментарием по поводу вашего наслаждения. Отсюда берутся, собственно, те законодательные инициативы, которые регулируют именно вопрос пола, вопрос наслаждения, вопрос ориентации, которые так ярко о себе заявляют всякий раз, как только власть отпускает его же. То есть, до конца этого субъекта перевести в состояние, в котором его реальное отсутствие и, похоже, что масса тех проблем, которые сегодня мы испытываем с так называемой нашей властью, я имею в другое широком смысле слова, это может касаться не только, скажем, власти и под эгидой, в которых мы обитаем. Да, совершенно верно, я как раз таки говорю о том, что на самом деле, малейшее слово, небольшая пертурбация в политической системе и тут же оказывается, что тот самый лощеный депутат, который, например, в качестве мэра или сенатора был способен удерживать столь прекрасные обращения именно университетского уровня, речевой продукции, тут же превращается в субъект, которому, по завесу, нужно опять-таки наслаждение усматривая и на другом прокомментировать. Тут же весь лоск, собственно, с него если тратит, на этом все заканчивается. Но это еще не все, поскольку здесь как раз и возникает необходимость того, что я на прошлой лекции назвал чем-то таким, что исходит от субъектов негенитального типа в качестве поддержки. То есть заметьте, пожалуйста, что именно квиркультура представляет собой что-то такое, что невзирая на то, что как будто бы консервативному генитальному типу она полностью враждебна, как раз-таки является собой облик того, что в этом субъекте может быть упущено. Я подхожу к исполнению своего обещания, продемонстрировать, почему именно квиркультура учит нас тому, что половая процедура в случае мужской и женской сексуации организована по-разному, она несимметрична. То есть всякий раз в случае субъекта, который не справляется с бытием собственным полом, который хочет, например, претендовать на бигендерность или даже наставить на том, что он является субъектом другого гендера, всякий раз, как только мы за этим субъектом наблюдаем, мы чисто аналитически фиксируем в нем черты, которые указывают, как наш Далакан выразился, на пол, которому он обречен принадлежать. Заметьте, что квир-борьба с мужской и женской стороны происходит по-разному. И я написал специальный материал для Кольта, где показал, до какой степени эта разница может о себе заявлять с одной стороны, разная грань как раз таки того, что в генитальном субъекте оказалось повержено, упущено именно усилиями университета. Совершенно очевидно, и мы видим это по нынешним законодательным инициативам, я имею в виду законодательным инициативам в странах, где процедура смены гендера более-менее отрегулирована, мы видим, что, например, в случае изначального гендера мужского субъекта, даже настаивая на том, что он является субъектом гендера женского, что он обречен, как будто бы быть женщиной, что он никогда себя, собственно, мужчиной не ощущал, такой субъект все равно начинает демонстрировать то, что, возводя к самым простейшим фрейдерским координатам, мы можем назвать страхом кастрации. То есть такой субъект в самый последний момент, когда необходимо сделать решительный шаг, показывает, что орган все-таки для чего-то ему необходим, что даже не в том дело, что он ему нужен в качестве демонстрации мужского достоинства, а в том, что почему-то, по каким-то причинам, он сам не знает, какова они, не отдает себе в них отчет, он поступаться им не готов. И в случае, скажем, квир-субъекта изначально женского, который может быть распространен в меньшей степени, но на самом деле представляет гораздо более богатый материал для клинического наблюдения, в случае квир-субъекта женского мы видим, что он демонстрирует все то, что как раз-таки и возводит квир-субъектность к той культуре, которую я характеризую ее в курсе позапрошлого года, назвал культурой литературного женского письма. То есть высказывание в соцсетях определенного рода способа демонстрации извлечения наслаждения и предоставления наслаждения окружающим у такого субъекта, даже что он настаивает на своей, скажем, агендерности, то есть не принадлежность никакому гендеру. Заметьте, что субъекты изначально женские настаивают на агендерности чаще, чем субъекты мужские. Это тоже, несомненно, нужно возводить не столько к фаллическому достоинству мужчины, за которым якобы держится, а к той непостижимости женского, которая заявляет о себе в случае женского субъекта, более ярко. То есть женскому субъекту действительно, с одной стороны, легче объявить себя субъектом агендерным, с другой стороны, это объявление до известной степени представляет для него необходимость. И не только потому, что в случае остановки на женской позиции ему не дается, скажем, реализоваться социально, хотя, разумеется, феминистские данные на этот счет тоже советуют принимать во внимание. Так вот, такой субъект, напротив, своим гораздо более хитроорганизованным, сложным способом обслуживает наслаждение того, кого мы называем господином. Обслуживает его способом, который был подробно написан на прошлой лекции, в характеристике текста Вирджинии Вульф, обслуживает его, опять-таки, литературной продукцией, обслуживает его самим способом незнания о том, чем этот мужчина может быть. Заметьте, что незнание квир женского субъекта о том, чем мужчина может быть, то есть, всякий раз, когда этот субъект конструирует или мужское поведение на своей основе, или он пытается воспроизвести мужского героя в самостоятельной творческой и фан-артовской продукции, всякий раз, как я уже говорил в моем курсе, этот субъект демонстрирует не просто неосведомленность о том, как мужской субъект ведет себя, как организованная его речь или поступок, но этот субъект как будто бы нарочно на неосведомленности настаивает. То есть, в отличие от того, что иногда о женском негенитальном субъекте, скажем, субъекте истерическом или субъекте латантным, думают, полагая, что якобы его неосведомленность указывает на отсутствие у него возможности выбирать, то есть, о том, что он, собственно, мужчину не знает. А этот миф, на самом деле, очень живуч и, в общем-то, известный соответствующий мемуарный и литературный и кинопродукции, что именно на этот упрек бросали охмуряющие писательницы XIX века Лавелласа, указывая на то, что писательнице ее карьера не удастся, если она мужчину не познает. То есть, жертвой таких представаний становились ее Жорж Санта и сестры Бранде. То есть, всякий раз мужчина указывал на то, что он необходим именно для того, чтобы женский субъект не оставался пугающе неосведомленным, что в его романах было представлено нечто такое, что касается реальности мужского субъекта и мужского бытия. На самом деле, ничто не указывает на то, что женщина с этим не может справиться, особенно в случае таких, опять-таки, удаленных женщин, как сестры Бранде. Исправились с ней, как мы знаем, превосходно, хотя и не без налета того, что можно сегодня было бы как фантекшн использовать, особенно в этом плане отличились, конечно, самые знаменитые сестер. Но так или иначе, справились они неплохо. И в этом смысле, по всей видимости, всякий раз, когда женский субъект демонстрирует неосведомленность, а в особенности поведения мужского субъекта, скажем, субъекта гомосексуального, известно, что существует целая традиция борьбы гомосексуальной культуры с культурой фантекшна и культуры квир, поскольку последний как раз и производит продукцию, предлагающую гомосексуальную функцию в неправдоподобном переодетом виде. Так вот, по всей видимости, когда женский субъект такой неосведомленность демонстрирует, он совершает это не то, чтобы намеренно с точки зрения воли изъявления, но его к этому толкает как раз-таки та специфическая неразбериха, которая теперь в бытие генитального субъекта после того, как его коснулся в дискурсе университета начала царить. Способом бесхидростным, способом, который ему может быть только и доступен, этот самый женский субъект реконструирует для генитального субъекта возможность отступления. И заметьте, пожалуйста, что здесь тоже может возникать специфический вопрос, а для чего, собственно, это отступление необходимо. Ведь даже если положение генитального субъекта очень сильно осложнилось после того, как университет наложил на него свою лапу, поставил на него свою печать, то заметьте, что это не означает, что этому субъекту пришлось каким-то образом уступить своему наслаждению. То есть не похоже, чтобы отправление наслаждения генитального субъекта затруднились из-за того, что ему приходится исполнять некоторые общественные и публичные обязанности. Сами по себе, как я уже говорил, в основном курсе они очень неудобны, но похоже, что они никак не касаются субъекта в его частной сфере. То есть не совсем понятно, почему определенного рода прослойка субъектов негенитального образца в эпоху Фрейда развивает такое мощное движение, чтобы генитальному субъекту его наслаждение, пошатнувшись как будто бы из-за вмешательства университета, вернуть. И это совершенно отдельный вопрос, который заставляет нас выстроить дополнительную объяснительную фигуру, показывающую, что в тот момент, когда положение генитального субъекта пошатнулось, в тот момент, когда для него недостаточно было оставаться на позициях реального отца, когда университет, маскируясь под требование общественного блага, потребовал от него что-то еще, в этот момент на сцену как раз и выходит фигура, которую регистрирует Фрейд. Мы знаем, что Фрейд возводит ее к очень древним образцам, я имею в виду образцам антопологического начала, и что фигуры тут называют первобытным отцом. В отношении этой фигуры ни одного из исследователей, как правильно показывает Лакан, нет ни малейшей ясности, то есть, с одной стороны, как будто бы очевидно, для чего она Фрейда понадобилась, никак иначе ему не объяснить возникновение самого генитального субъекта, поскольку этот субъект представляет собой нечто устегновенное по отношению к этому первобытному отцу, отцу первобытной орды, что именно через устегновение наслаждения этого отца первобытной орды генитальный субъект в итоге и получается. То есть, если субъект образуется из кастрации, если кастрация ему предзадана, то очевидно, что у кастрации должен быть и объект. Именно поэтому Фрейд вводит фигуру, как показал Лакан, совершенно воображаемую, даже противоречащую друг другу в своих основных положениях фигуру этого первобытного отца, которая как будто наслаждается невозбранно. Но заметьте, пожалуйста, это особенно забавно на фоне того, что мы сегодня благодаря именно тем же самым Q-субъектам или субъектам латентного женского образца о наслаждении знаем. Заметьте, что все показывает на то, что Фрейд охарактеризовал это наслаждение очень ограниченным образом. С одной стороны, он возвел его к наслаждению всеми женщинами племени, на что Лакан справедливый указ на совершенно невозможное. С другой стороны, это наслаждение оказалось лишено его полноты, может быть, глубины и резкости, связанной с тем, что опять-таки наслаждение же можно в конце концов представить различным образом. Есть, например, наслаждение, которое, опять-таки, мужчины могут даровать друг другу. Есть наслаждение, которое, как воображает женский субъект, мужчины могут даровать друг другу, и он по мере своих сил активно его предлагает, в том числе посредством опять же литературной продукции. То есть наслаждение на самом деле масса не в том плане, что субъект буквально находится в них как в цветнике, а в том смысле, в котором наслаждение может захватывать области очень различные, в том числе субъекта, крайне порочащие или вызывающие у него сильную тревогу. То есть совершенно очевидно, что Фрейд нас обманывает, что этот отец, каким бы распущенным он ни был, мог наслаждаться только очень определенным образом. Есть такие наслаждения, которые он, скажем, не мог бы предпринять, просто потому, что после этого его власть над сыновьями просто была бы упразднена. Что есть такого рода наслаждения, которые с позиции отцовской, в том числе позиции этого самого первобытного отца, как бы много ему ни было позволено, не совместило. То есть, по всей видимости, если спектр наслаждения действительно был бы так ярко ему доступен, убийство, которое причинили ему сыновья, наступило бы гораздо раньше. Вот совершенно до сих пор остается непонятным, чем этот отец наслаждался, и не случайно Фрейд в итоге возводит его к наслаждению безголовным, который Лаканов впоследствии назовет ацефальным. Оно безголовно не потому, что наслаждается он невозбранно и бессмысленно, а по той причине, что мы об этом наслаждении ничего не можем сказать. То есть, невзирая на то, что именно анализ в области изучения наслаждения предпринял значительное продвижение, тем не менее, по всей видимости, и это, собственно, интересная лакановская мысль, которая никогда почему-то не бывает оценена в полной мере, существует такое наслаждение, до которого никому не добраться. Не в том смысле, что оно невыносимо, как, может быть, невыносимо наслаждение вещей седьмого тома лакановских семинаров, а в том смысле, что у нас нет ни малейшего представления о том, какую тревогу оно вызывает. Это наслаждение не зарегистрировано с помощью тревоги, тревогу на него не указывает. Вот что такое, собственно, это самое первичное описываемое немецким приставкой – наслаждения. Так вот, интересно, что акт, который совершает Фрейд, на самом деле объяснялся не столько теоретической необходимостью ее собственных внутренних построений, я имею в виду, и собственную внутреннюю логику, а, по всей видимости, был связан именно с ответом, который Фрейда побудило дать как раз-таки происходившее на публичной сцене в тот период, который как раз сопровождался восстановением анализа. Сам Фрейд появляется как ответ на то предъявление университетского требования генитальному мужчине, в эпоху которого он начал писать свои первые работы. И очевидно, что фигура этого первобытного отца выводится не только как нечто первичное, то, к чему субъекта можно чисто антропологически возвести, но и она появляется по той причине, что именно она выходит на сцену тогда, когда позиция генитального субъекта оказывается расшатанной. Заметьте, что, опять же, выходит она на сцену не в своей разнузности, потому что ничего подобного чисто исторически не наблюдается, она выходит на сцену в качестве именно непостижимости того, чем вообще субъект наслаждаться способен. То есть, как только типичное наслаждение генитального субъекта поставлено под сомнение, как только к нему предъявляются требования исторического формата, как тут же он замещается, дезавуируется в пользу этой самой непонятной ацефальной фигуры, которая впоследствии и обуславливает непостижимость этого субъекта генитальности. И здесь мы подходим к разгадке вопроса о том, почему не только для женского субъекта, у которого есть все данные для того, чтобы от пола своего отказываться, но и для субъекта мужского его пол оказывается невыносим. Эта фигура первопытного отца, начиная этого генитального субъекта представлять, замещая его, как раз, заметьте, пожалуйста, обуславливает опять же ту культуру политического поведения, которую мы сегодня демонстрируем. На первой лекции я говорил о непостижимости властителей и власти, но непостижимость это возможно именно потому, что данный субъект, даже если он производит соответствующие впечатления, опять-таки генитальным субъектом не является. Он не является генитальным субъектом не в том плане, в котором он, скажем, как волк в овечьей шкуре, на самом деле представляет собой субъект, скажем, латентности, а он не является им в том смысле, в котором генитальный субъект после смещения университетского формата и после появления на сцене фигуры первопытного отца становится буквально немыслимым. Он оказывается в сфере непознаваемого. Заметьте, что если мы говорим, скажем, о национальном лидере, то эта непознаваемость выступает в полной мере. То есть сегодня национальный лидер – это фигура, которая пытается сэгментировать генитальность. Опять же, не в том смысле, в котором социальные сети часто этих лидеров высмеивают, намекая, скажем, на их небольшой рост или непомерные амбиции, на их наполеоновские замашки, как бы показывающие, что субъект не является тем, что он есть. То есть вопреки интуиции социальных сетей, которая на самом деле очень часто оказывается правомощной, но здесь, похоже, дала маку. Вопреки этой интуиции, субъект, который имитирует во власти генитальность, покрывает не ее отсутствие, в смысле недостаточности генитальности, а он пытается наложить своего рода фильтр, поставить защитный экран между бытием в качестве этого субъекта непостереваемого наслаждения, то есть субъекта, который имитирует первобытного отца, субъекта, которому никаким образом нельзя привязаться и которому, более того, как мы знаем, по крайней мере, в реконструкции Фрейда всегда угрожают убийством. То есть для того, чтобы это убийство не состоялось, ему приходится прикидываться субъектом генитальности. Заметьте, что здесь карнавал достигает максимума не только генитальному субъекту, то и дело приходится прикидываться университетским, но и тому субъекту, который приходит в качестве вмешательства, в качестве разрыва на место этой коллизии, то и дело приходится прикидываться генитальным. Только так с тревогой избирателей, с тревогой общественности ему удается справиться. Мы знаем, что это происходит плохо. Более того, сегодня есть клинические данные, указывающие на то, что для субъекта мужского пола действительно отцовская фигура утратила ту функцию, которую она выполняла ранее. Она утратила ее, опять-таки, не потому, что эта мужская фигура потеряла актуальность, а потому, что на ее место возошло что-то непостижимое. Мы знаем, что именно в случае невротико-навязчивости этого поистине героя современности, героя нашего времени, именно в случае этого субъекта наличествует не просто то, что Фрейд называл амбивалентным отношением к отцу, но отрицание отцовской функции доходит именно до такой степени, что отец буквально им отбрасывается. Я не имею в виду отбрасывание, в смысле форклюзия, описанное Лаканом в случае психотических, хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Поскольку мы знаем, как нередко, в общем-то, психоз образуется именно с предшествующего невроза навязчивости, именно поэтому Лакан употребляет дельным декланшированием, развязыванием, которое происходит именно в случаях тяжелой обсессии. Так вот, для обсессивного невротика его отец является фигурой до того непостижимой, что зачастую он просто-напросто всякое отношение с ним дезавуирует, он перестает его воспринимать. И выражается это не только в формах враждебности, но в случае наиболее развитого невроза навязчивости происходит просто-напросто ее стирание. То есть субъект больше к отцу не апеллирует, и это невзирая на то, что он прекрасно находится в отношениях с отцовским означающим. Здесь как раз и можно провести разницу между психозом и неврозом. Если в психозе отбрасывается именно отцовское означающее, то есть происходит фарклюзия полноценного образца, то в неврозе отцовское означающее напротив работает на полную катушку, оно, собственно, обуславливает то тяжелое положение, в котором невротический субъект находится, но при этом отбрасывается фигура реального отца. Отбрасывается она не в силу какой-то специфической враждебности или неспособности, или, может быть, несовместимости взглядов, которые, конечно, тоже всегда имеют место, но, тем не менее, у этого отбрасывания есть и те причины, к которым я возвожу, собственно, сомнительное положение генитального субъекта сегодня. Это как раз-таки субъект, который замещен представительством отца первоработной орды и поэтому, как было сказано, выше непознаваемый. И именно невротик навязчивости своим симптомам, своим отношением к отцовской фигуре показывает, до какой степени может функционировать эта непознаваемость, какие впечатляющие размах, какие обороты она может принимать и набирать. И, опять-таки, то специфическое отношение к тому, что можно было бы назвать мужчиной, отношение, которое, опять-таки, демонстрирует как субъект женского, так и мужского пола. Заметьте, что вот именно здесь мы достигаем паритета. То есть, если женское бытие непостижимо для субъектов обоих полов, то сегодня и бытие мужское в виде этого самого отца первоработной орды тоже оказывается для субъектов обоих пола непостижимо. Эта непостижимость трудно уловима, не то, чтобы даже я заготовил какой-то специальный пример, чтобы ее описать, скажем, пример кинопрессования или, может быть, литературного языка. И поэтому приходится в ее характеристике опираться на то, что, с одной стороны, можно было бы назвать обще распространенным опытом, а, с другой стороны, то, что только получает клинические очертания сегодня. Как раз-таки в виде отношения субъекта обсессии к собственным отцам. То есть, сегодня, как правило, то, что можно было бы назвать молодым человеком, сталкивается с тем, что для него не только решительно непонятно то, чем был его отец, но и для него непонятно, как это место можно занять. И именно здесь, пожалуй, опять оказывается актуальный если не верный теоретически, то, по крайней мере, более-менее попадающий в предмет консервативная повестка, показывающая, что в мужском субъекте сегодня нечто разучивается занимать отцовскую позицию. Что не только в том деле, что субъект не готов становиться отцом, в том числе, скажем, так в техническом смысле, но и субъект не готов становиться отцом в том смысле, в котором для него перестает действовать то, что Лакан называл передачей паспорта. Паспорта, который передается вместе с кастрацией, причиняемой как будто бы отцом сына. При том, что Лакан показывает, что кастрацию на самом деле причиняет означающее, что, в общем-то, отец не принимает в этом прямого участия. Так вот, если долгое время в обосривом прошлом субъекту удалось каким-то образом своей генитальностью разобраться, то есть худо-бедно занять позицию, соответствующую позиции у отца, хотя всегда здесь, опять-таки, здесь тоже необходимо без изъянов. Мы знаем, что существует определенное представление о нисходящем могуществе, о том, что всякий раз сын, занимая отцовскую позицию, оказывается менее могуществен в этой позиции, нежели отец, что что-то ему не удается. Но до того периода событий, которые я в лекции характеризую, все это можно было списывать на, скажем так, чисто маскулинное котетство, принесение дани тому самому отцу, которому, собственно, все и возводят. Но сегодня, похоже, о котетстве нет и речи субъекту действительно, если он, скажем, имел несчастье или, напротив, удачу появиться на свет субъекта мужского пола, не удается, тем не менее, до конца справиться с тем, что представляет собой получение этой самой документации технического использования его генитальности. Независимо, что этот субъект может вести вполне благополучную, связанную с возможностью получать сексуальное наслаждение и жизнь, для него все равно в бытие другого мужчины остается нечто непостижимое. И, по всей видимости, на это указывает и популярный, постоянно разбираемый сегодня социально-критический мысль, культ киногероя или культ какого-либо мужчины, до которого нам всем никак не дорасти. То есть сегодня этот мужчина служит не образцом, хотя именно на его педагогическую функцию зачастую продолжает с ним близоруко указывать, а напротив этот мужчина и выражает, собственно, ту недоступность позиционности, которая из-за описываемых здесь событий появилась. Так вот, в том, что касается этой самой кверсубъектности, мы видим, что она представляет собой движение двухтактное. То есть, с одной стороны, она указывает на неудачу быть, то есть, действительно, с точки зрения аналитической, невзирая на то, что мы ни в коем случае не критикуем ее, не возводим какого-либо рода патологии, что в ней тоже вполне можно зафиксировать нечто нормативное и даже естественное для той ситуации, в которой оказался современный субъект. Но, тем не менее, не критикую ее, мы не можем пропустить все клинический смысл, показывающий, что действительно субъект, сталкиваясь с невозможным, реагирует здесь бессилием. Но у этой кверсубъектности есть и другой смысл, и все то, что в ней происходит, показывает, что она, похоже, заинтересована о восстановлении той утраченной генитальности, генитальности, смешавшейся с университетской позицией, это возможность его возвращения, по всей видимости, как будто бы, и по крайней мере, критикую субъект так себя ведет, является для него выходом. Совершенно непонятно, на что он рассчитывает, то есть неясно, для чего ему этот генитальный субъект может понадобиться, но, тем не менее, все поведение его именно с клинической, как бы я был сказан на точке зрения, указывает на то, что он пытается не только этому субъекту восполнить нечто потерянное, предположительно, в его наслаждении, но и что он пытается его на сцену вернуть. И, по всей видимости, никак, кроме как защитным смыслом, это движение не объяснить. То есть субъект этот должен быть возвращен именно по той причине, что представительство того первобытного отцовского наслаждения, которое о себе после слова генитальности заявило, для этих субъектов является невыносимым. Заметите, что эту невыносимость они отображают с помощью пародии. И эта пародия выходит далеко за рамки того, что было сказано «Жури Батлер», показывающее, что по существу нет разницы воспроизводить ли означающее полу традиционного или же то или иное квир, означающее якобы субъекту так или иначе приходится прибегать к операциям неестественным, операциям, отмеченным в своего рода социальной процедуре. И в этом смысле любая квир-гендерность ничуть в этом плане традиционному полу не уступает, потому что для ее поддержания тоже требуются определенные социальные телодвижения. Но похоже, что Батлер опять же упустил здесь момент, связанный с тем, что карнавальность, которую квир-субъект демонстрирует, именно поэтому, собственно, квиром, то есть негодным, странным, несомненно, отмеченным тем самым наслаждением, которого не надо, он себя и называет. Эта карнавальность, это изобилие предложения на гендерном рынке несомненно связана с тем, что субъект пытается нащупать. Нащупать нечто такое, что позволило бы ему положение этого первобытного отца объяснить. То есть субъекту приходится буквально перебирать, и если эти пресловутые гендеры умножаются с такой космической сквозностью, нарастают в геометрической прогрессии, то лишь потому, что субъекту никак не удается утвердиться. То есть ему необходимо совершить своего рода заземление, каким-то образом внеся ясность в положение этой первобытной отцовской функции вернуть, собственно, то, что отмечало функцию реального отца. Никаким другим образом куриц субъект с тобой справиться не способен. И та активность, которую он сегодня проявляет, точнее активность социально-политического характера, похоже, указывает на, собственно, то, что является смятением и в этом плане я хотел бы, поиграв словами, указать на то, что представление субъекта, как субъекта, не совпадающего с нашим воззрением на него ориентации или гендера, является не каменнаутом, а актеннаутом. Субъект совершает этот актеннаут, потому что он в замешательстве, потому что он не знает, к кому поступить, потому что он не в состоянии относительно отцовской позиции определиться. И этот актеннаут, даже если он растягивается очень надолго, мы знаем, что в своем квирпозиционировании субъекты могут быть очень упорны, что эта культура не только, как было сказано сегодня, крайне распространена и укоренена в университете, и в этом плане отвечая на вопрос, почему университету пришлось не смириться, поскольку для университета не является секретом, хотя бы он никогда в известность общественность не ставил, для университета не является секретом, что та функция преподавания, та функция политического образования, которую он налагает на своих наиболее славных сынов, эта функция, опять-таки, как было сказано выше, представляет собой своего рода мутацию. Именно на базе мутации университетский дискурс функционирует, и поэтому Лакан выводит его из дискурса господина, показывая, что именно мутация, переворот привели к новому положению вещей, и университету так или иначе приходится мириться с тем, как раз-таки, кого он называет объектом А, а заметьте, что если Лакан называет объектом А студента, то сегодня объектом А, несомненно, является сам квир. Это и есть то самое ускользающее, попадающее, представляющее собой то, что Лакан называет сосунком, криком, криком смятения, несомненно. То есть квир представляет собой объекта, и в этом смысле, невзирая на то, что он ищет определение, определение не наступает. То есть акт самоопределения для квира недоступен, но доступен ему за то акт Иннаут, который он как-то с формой Камин-Аута зачастую выражает, ставя общественной известность о том, что ему кажется новой определенностью, а на самом деле представляет собой еще один виток раскручивающегося Квир-субъект по существу действительно выражает истину происходящего, поскольку, даже не обладая каким-то специальным мужеством, он показывает, что та дилемма, в которой университет ставит субъекта, во всей видимости, неразрешима. То есть ее не удается разрешить из-за истерической позиции, поэтому я как раз-таки и сказал о том, что на прошлой лекции о том, что истерическая позиция не является хорошим разрешением вопроса господина, по всей видимости, перед университетом она пасует, если даже субъект через эту процедуру проходит, я имею в виду субъекта, скажем, активистского образца, возражающего фигуре господина, то ему на этой позиции долго удержаться не удается, и, по всей видимости, его бытие к истерическому функционированию не сводится. И, естественно, возникает вопрос, является ли какого-либо рода альтернативой этому засилю университетского дискурса, дискурс психоаналитический. И мне часто задают этот вопрос, но, по всей видимости, на него невозможно дать определенный ответ, не только по той причине, что этот дискурс не представлен так, как представлен университетский, а именно университетский сегодня является господствующим, то есть всеобъемлющим, но и по той причине, что аналитическому дискурсу, по всей видимости, не удается помешать субъекту свое смятение отправлять. Мы знаем, что анализ представляет собой процедуру, которая в отношении к тревоге находится в двоих позициях. Мы часто упоминаем о том, что, скажем, анализ не разрешает всего того в тревоге, что он мог бы разрешить. То есть важным указанием Фрейда на сущность психоаналитического процесса является как раз таки то, что, невзирая на то, что анализ как будто бы представлял собой процедуру лечебную, ну и как именно лечебная процедура и был Фрейдом инициирован в общественное поле, тем не менее в анализе нечто не просто не собирается заниматься лечением, но и это наиболее радикальный вывод из фрейдовского начинания не позволяет субъекту свою тревогу делегировать. И в этом отношении, я полагаю, что, невзирая на определенного рода способность анализа, анализ сам по себе как таковой и в качестве процедуры аналитической, то есть аналитической практики и в качестве того, что можно было бы назвать дискурсом аналитика, анализ, похоже, не способен радикально вмешаться в тот способ, которым субъект свое смятение отправляет, принося на алтарь утраченного наслаждения генитального субъекта свои наивные в то же время очень специфические способы наслаждаться. И в этом смысле, отвечая на вопрос, заданный мне сейчас по поводу Жижика, действительно, можно прокомментировать, что пресловутый ЛГБТ+, мы знаем, что это аббревиатура тоже, как и количество гендеров, стремится к умножению, что есть такого рода активисты, которые записывают ее чуть ли не в 10 символов. Так вот, именно по этой причине там и стоит плюс, и плюс тут, несомненно, отсылает функции, которую задействует ЛГБТ-17 семинария, указано на математическую функцию n плюс 1. Это означает, что вы можете добавлять еще и еще и еще. Именно по этой причине у движения ЛГБТ нет никакого специального облика, то есть, с одной стороны, из всех активистских движений оно является как будто бы наиболее могущественным, наиболее известным с точки зрения того, что можно назвать его скандальностью. Но, по всей видимости, слабость его повестки, отсутствие каких-либо масштабных успехов, которые бы указывали на определенную теоретическую программу, связано именно с тем, что именно на функционировании этого n плюс 1 оно и завязано. То есть, всякий раз, включая в себя еще одну идентичность, которая непонятно, каким образом там оказалось, это движение представляет собой что-то такое, что возводит нас к описываемым лаканам операции Дон Жуановского умножения любовниц. То есть, Дон Жуанов не может отрешить свою проблему в отношении женщин, потому что всякий раз ему нужна еще одна. Это пресловутая n плюс 1 управляет его поведением. Точно так же похоже поведением, я не скажу, субъекту гомосексуального или трансгендерного, а именно поведением субъекта ЛГБТ, поскольку он не обязательно является субъектом необычной ориентации или гендера. Так вот, ЛГБТ субъектом, похоже, управляет та же самая логика приумножения, логика бытия n плюс 1. И в этом смысле им остается только умножать хлеба, но не производить как раз-таки того, что в положении субъекта внесло бы определенность и ясность. То есть ни одной ЛГБТ-повесткой, какой бы могущественной, какой бы влиятельной, статусной, даже на углу невозможно, каких-либо лоббистских организаций она не была, ни одной из этих повесток не удается субъекта поставить в позицию, где его камин-аут, как уже было сказано выше, не был бы актин-аутом. То есть невзирая на то, что мы сегодня отстаиваем право субъекта быть субъектом определенной ориентации или определенного гендера, я имею в виду отстаиваем в тех моментах, которые считаются передовыми, нам все равно не удается списать со счетов, что в образовании этого субъекта наличествует дополнительная операция, то есть операция, которая в формировании субъекта пола не представлена и, похоже, указывает на его определение не как субъекта определенного пола или, опять-таки, наслаждения полом, а как на бытие субъектом, возводящимся к операциям, вытекающим из университетского обращения с вопросом генетичности. Так, мой вопрос, существуют и лесбиянки. На самом деле это хороший вопрос, и он напрямую восходит к фрейдерскому предположению, что невзирая на то, что женский лесбийский субъект, несомненно, существует, но имея, скажем, немалое культурное значение, например, внеся вклад в литературу, поэзию, в образование тех или иных способов, наслаждаться словом, этот субъект, как замечает Фрейд, как будто бы не имеет влияния социального. И если посмотреть на феминистские движения середины века, многие из которых проповедовали и до сих пор продолжают проповедовать так называемый лесбосепаратизм, то можно, опять-таки, увидеть, что Фрейд в этом отношении оказался более чем прав, что действительно, невзирая на влияние, например, в области философской или литературной повестке, в этих движениях отсутствует что-то такое, что сделало бы их активизмом в том смысле, в котором его, скажем, описывает Бадью. То есть здесь возлагают столь большие надежды на, собственно, проделываемые бадуарные операции, и существуют определенного рода феминистские работы, подсказывающие, что сам способ наслаждаться такой субъект считает революционным. То есть он полагает достаточным практиковать определенный семейный уклад, скажем, семью, в которой женщины поддерживают друг друга, и ему, собственно, для борьбы с тем, что этот субъект называют патриархатом, кажется более чем достаточным. И это имеет важное значение, потому что, с одной стороны, разумеется, не хотелось бы несправедливо преумешать роль этого женского движения, но, с другой стороны, хотя мы не можем, возможно, от конца этого объяснить, но действительно что-то такое в этом женском активизме, активизме на основе определенной ориентации, которую сплачивают женщин, что-то в этом активизме не позволяет преодолеть то самое, что эти активисты называют стеклянным потолком, которое касается не только ограничений, исходящих со стороны традиционного общественного уклада, но и со стороны самого активизма. То есть этот активизм то и дело уступает активизму мужского порядка. И ответ на вопрос о том, почему так происходит, лежит не только в той области, которую мы уже затронули на этой лекции, в области, в которой непостижимость женского субъекта не позволяет ему перейти активным образом к действию, то есть себя позиционировать. Но и похоже, что здесь есть нечто как раз-таки связанное с тем, что как раз и можно возвести к определенному роду латентности. То есть субъекту, практикующему на женской основе женский союз, оказывается достаточно чего-то такого, что мы как раз и не можем объяснить. То есть его доля в наслаждении как будто бы гораздо более скромна. И вопрос о том, почему так происходит, следует ли это возводить к каким-либо, опять же, социальным данностям, остается вопросом открытым. То есть здесь действительно почему-то, доходя до определенной точки, не претендует на возможные дальнейшие изменения. Хотя, разумеется, ситуация в этом плане тоже может поменяться. Передача документов, отвечая на вопрос имели или лакане, это лаканское выражение с пятого семинара. Транссексуальность male to female, я хотел бы выше, когда сказал, что в этой транссексуальности очень интересным образом как раз-таки не происходит поступания, во-первых, не просто тем, что можно было назвать органом, но и, похоже, поступания результатами той первичной кастрации, которую мужского субъекта образуют, независимо от того, что он о своей истинной половой принадлежности думает. То есть интересным образом в случае мэр-то-фемей-то-трансексуальности субъект настаивает не просто на обладании органом, именно по этой причине возникает сегодня совершенно специфический активизм, требующий, чтобы необходимость телесных изменений хирургического плана в случае этих субъектов была скандальством сойдена к минимуму. Но здесь можно сделать еще более интересный ход, указывая на то, что боится этот субъект не против кастрации, но и за ту другую символическую кастрацию, которую в качестве образования субъекта мужского пола, что он о себе думает, он уже претерпел. То есть если посмотреть на организацию этой мэр-то-фемей-то-субъектности, если, скажем, почитать соответствующую принадлежащую первого ратфем радикально-феминисту критику поведения этих субъектов на активистской сцене, здесь действительно возникают, возможно, достойные специальные освещения, трагикомические сюжеты, когда такой совершающий транссексуальный переход субъект обнаруживает всю присущую, как выражается, феминистские его положения. Насильственность, репрессивность, обозначаемую радфемом через, в том числе, матерные выражения, насильственность, которая для субъекта мужского пола обычно и характерна. То есть если, например, происходит борьба за соответствующую площадку, борьба, опять же, носящая комический образец, борьба за площадку, на которой мог бы выступить, например, феминистский организатор, или же организатор движения «мэлто-фемейл», то всякий раз победа оказывается за последним. И это, разумеется, не может феминистов не возмущать. То есть сама по себе культура критики радфем, хотя бы даже многие либералы находили ее нестерпимо, несправедливо по отношению к транссексуальным мужчинам и женщинам, тем не менее, похоже, имеет над собой какие-то основания. То есть как только происходит обострение ситуации, как субъект возвращается к позициям, которые он занимал ранее. И, во всей видимости, именно это указывает на то, что до того он действовал под воздействием смятения. То есть я не хочу сказать, что его новое положение, скажем, к субъекту трансгендерного или субъекту иной ориентации, представляет собой нечто искусственное или наносное, а какая-либо травматическая ситуация, требующая мобилизации ресурсов, его из этого положения выбивает, заставляя возвращаться назад. А напротив, я как раз хочу сказать, что какая-либо мобилизующая ситуация, например, ситуация соперничества между активистскими движениями, на секунду субъекта смятения избавляет. Именно это заставляет его вернуться на позиции той более ранней субъектности, субъектности до ЛГБТРашного образца, который он располагал. То есть мы видим, что дело не в том, что существует, как нас уверяет Ратфем, невыносимая мужская природа, которую никакими транссексуальными ухищениями не стереть ни макияжем, ни юбкой, ни соответствующим женским поведением, а в том дело, что как раз-таки это и доказывает вышеизложенную гипотезу о том, что субъект той или иной кирсубъектности оказывается под воздействием смятения очень сильного характера. И что всякий раз, когда какого-либо рода злосчастье, например, давление на него власти или поддавливание со стороны опять-таки феминистского движения, которое, как мы знаем, пир движения во многом резко противоречит, и чем радикальный феминизм, тем сильнее это противоречит себя обнаруживает. Как только возникает какая-либо ситуация, которую психология обозначает как стрессовую, как для этого субъекта тут же открывается возможность с позицией смятения выражающегося пир позиционирования уйти. И, пожалуй, именно так до столкновения транссексуального движения multi-female и столкновения расфемы, я бы их в телезавод. Я полагаю, что на сегодня мы можем остановиться, и в следующий раз нас ждет лекция о субъекте, в котором смешиваются, представлены в предыдущих лекциях, латентная позиция и позиция необходимости восполнения наслаждения, то есть субъекте опять-таки активистского образца, в тот момент, когда к нему предъявляют требования научное знание. Именно о давлении научного знания, о необходимости научное знание задействовать, и о тех парадоксальных коллизиях, которые из этого задействования в случае этого субъекта проистекают, я собираюсь в следующий раз поговорить. Продолжение следует...